Открывать, мокрыми пальцами не брать, да, с помощью печаток. Красные таблетки у нас отличаются за рабочую камеру, которая вкладывается в нишу. Синие же таблетки можно вложить вот сюда, вот есть такая ниша. Аппарат обладает интеллектуальным приготовлением, функциями интеллектуального приготовления, точно так же он с вами общается. То есть любое действие он показывает. Да, на данный момент мы видим, что дверь открыта. На каком уровне у нас три минуты, три минуты здесь, четыре минуты здесь. Юрий сейчас поставит свой полуфабрикат, укажет время. Если это его устраивает, он оставляет это время. Если он видит по продукту, что нужно добавить немного больше, он отталдистый с помощью ручки может добавить. Легом меньше время приготовления. Ну и вот в рабочей камере, как вы видите, да, один квадратный метр, здесь же у вас грит. Здесь же, Андрей, если бы возможно сказать, это не было. Да. Также мы сейчас продемонстрируем, что в этом режиме можно приготовить у картоселя филля. Спокойно 6 килограмм картоселя филля мы готовим здесь в течение 10 минут. Подожди, это хрестяще. Мы сейчас попробуем. Но вот в вольном приготовлении точно так же мы можем работать на пунктную пар, да. То есть на этой пункте, который потребляет, всего лишь чипечатывается, обрабатывается со всех сторон. Поэтому он является сочным внутри. Вот сейчас на данный момент что-то приготовлено. Даже несмотря на то, что я там ставил, либо дверь не ставил, человек понимает, в какой уровне, например, приготовился. Это не такой вариант, когда открывает двери, начинает искать, а второй кричит. Закройте дверь, потому что мы из паровищного выдаватель начинают картосели на пункте. Поэтому мы скажем, с этим знаком. По поводу тормитивающих средств, вы также можете указывать, что есть 7 этапов мойки. Одна мойка без тормитов, да, только по вашему, она занимает 13 грамм в минуту. Сама большая мойка сейчас 30. Обычно ее ставим в конце рабочего дня. И, в принципе, по приходу рабочая камера идентична той, которую вы приобрели впервые. На данный момент под двери добавил немножко масла. Этот мультибейтер ставит на необходимый уровень и устанавливает двери. Здесь же текстурница, здесь же гриль. Ранее мы делали копчение, я думаю, что кто-то попробовал, кто-то пришел, похоже, и не попробовал. Копчение мы делали то, что у нас закрыт. Такая... Такой уровень нам нужно открывать. Если мы держим, довольно хотел показать специально. Да, обычно очень долго открыта камера рабочая. Ну и начинается все возмущаться. Если уже камера открыта более минуты, например, то аппарат автоматически добирает температуру до момента необходимых, который у нас есть. Минуту 20 я готов поспорить, что в позиционном оборудовании быстрее не получится. То есть ты масло, количество масла, количество масла, с коротким количеством времени. Поэтому работая в таких режимах, с этими аксессуарами, экономия уже там на 84-м. Также аппараты производства производятся в Германии. Производятся в Германии, в городе Ландберг-Ан-Люк. В самый основной момент было три завода. Сейчас в процессе решения четвертый завод. Работает около двух тысяч людей. Порядка пищи это профессиональная шестповара. В лабораториях рациональ порядка 25 тонн еды. Ежегодно праздывается для того, чтобы внедрить, оптимизировать вот эти вот процессы. Для того, чтобы облегчить работу на пищу. Вот сейчас происходит баранину. Ягнятину. Ягнятину, извините, не хотел обидеть. Если у кого есть вопросы по ягнятину, то вот Александр, можете задать ему вопросы. Это я не знаю, вот, задавайте представителям. Это с триплоем, если по аналогии с говядиной. Спинная часть, кучечный отдел. Верхняя часть седла. Так называемый тонкий край. Говядина. Да, да, да. Поэтому, да, да, да. Рациональ также имею в свой тренинг центр в Киеве. Уже ты орел, у нас есть триплоемый тонкий край. Да, 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 каждый пословно. Есть тренинг центр в Киеве, в Одессе. Сок сохранился, безёк реально вылаза кушащийся. Сок учащийся в Академии пищевой технологии, в нашем мастер-классе и семинарах. Вопрос не пересушить. Вопрос в том, что после обретения нашего оборудования вы имеете... Вы имеете... Шеф, не всё отдавайте, пожалуйста. Вы имеете бесплатный миль обучения. К вам приезжает один из наших шеф-поварок. И прорабатывает все ваши блюда. Обучает ваш персонал, не важно, где вы находитесь. Вот такой вот у нас овощи получились, с такой решеточкой. Можно показать, пожалуйста. Так как решетка с такими полотенцами, у нас такой рисунок. Да, обратите внимание на баклажан. Баклажан имеет сочность и не набирает, как обычно. Он сначала набирает, а на тарелке выдаёт. Обычно я соль не добавляю, потому что соль выдавливает в баллы. Можно по-моему ещё добавлять. Потом обостряли в адресинг, либо ваше пиливо-приправы. Ну вот, точность баклажан. Баклажан имеет один термокерп. Когда-то воспользовались этой возможностью и установили внутрь продукта, поставили термощурт, так называемый. На нём указали необходимую температуру, поставили 57. На данный момент мы видим, что практически температура внутри продукта 26. Указали, ребята, 56 градусов. То есть мы не стоим и не мониторим, как традиционно. Все начинают трогать того, как учили, что куда. То есть минимизация человеческого фактора и стабильность стандартного качества. Мясо приготовилось за 7 минут. Второй кусок мяса мы доверяем термокерму, который имеет качество измерения. Мы, ребята, поставили внутрь продукта. То есть абсолютно спокойно можно и рыбу готовить. Как прописать? Заранее мы прописали, отработали. Как обычно, мы вводим меню, либо тестируем продукты поставщика, либо мы делаем проработку правильно. Точно так же и здесь. Это система для дополнительного приготовления пищи. То есть здесь мы, грубо говоря, мозги не отключаем. Вы видите, что это освещение. Это тоже вариант обновлений. То есть это освещение, это не те лампочки, которые регулярно на основе 4.0. Ну и дальше идет процесс выдачи в режиме аликар. И он реально набирает объем. Конечно, красавцы со своим аппаратом. Сделали такой вот мезомпласт. Сейчас в автоматическом режиме. На функции гарниров есть там гротен. На функции гротен я делаю лазанью. Такий гротен, так и лазанью. Почему я всегда за то, чтобы готовить битмор? То есть он просто объем набирает и, я не знаю, восхищение. Кроме восхищения, ничего больше. Ну, вводить я обычно могу. Давай, давай, я сейчас сниму. Шопер такой, довольно высокого качества. Он тоже группует еще здесь, на стендах. Ну, а так в этом режиме, вводить просит. Красота. Ну, чтобы вы же знаете, что процесс должен быть для речи. Сейчас мясо немножко подет. Смирно, высокие разошлисты. Цена. Вот такая вот красивая корышка будет. Ну, забирай, но у вас меня оставим. Извел желание поиграть на дисплее. То есть у нас есть дисплей, на котором нарисованы гарниры. Мы захороним автоматический режим. Далее выбираем функции гартотной гротен. Далее есть рекомендованный колер, так называемый один из пяти. И с изменением колера мы увеличим температуру для приготовления. Соответственно, загружает нас полуфабрикат. Аппарат говорит о том, что нужно поставить термощук. Термощук ставится с такой специальной планкой, которая используется как одна. Нет, не понял, сколько? Вот так он поставил термозон. Предварительно он пишет, что он будет готовить в час 12 минут. Это баранина каре. На данный момент... Не важно, что он сейчас готов в час 12 минут. После определения он изменит время приготовления. Если это будет 6... Продолжение следует...